И что это? Мы здесь будем жить! Убегаем! Девочки, это обычная кукла. Срочно нужно было переезжать в другой город, поэтому они ее так дешево продали. Алло? Здесь происходят какие-то странные вещи. Под нашими окнами какой-то железный бункер. Зачем мы опять сюда приехали? Ну, сынок, привыкай, через пару дней мы вообще сюда переберемся и будем здесь жить. Мне здесь страшно. Наверное, тут живут какие-то призраки. Элинка, не бойся, призраков не существует. Это все выдумки, чтобы пугать непослушных детей. Никакие это не выдумки. В этой квартире происходит что-то странное. Не бойтесь, мы с мамой вам подготовили сюрприз, который поможет победить все ваши страхи. Ну и где же он? Спрятан в одной из комнат. Раздевайтесь и займитесь поисками. А мы с папой пока пойдем в веранде порядки наводить. Кукла, которую ты выбросил, в окно вернулась и опять плачет. Ну и где она? Она в коробке лежала, честно. Коробка пустая, значит тебе это показалось? Нет, она там честно была. Я ее видела своими глазами. Ну и куда тогда она могла подеваться? Не знаю, может она от нас куда-то спряталась? Она что, живая? Как она могла спрятаться? Ты это тоже слышишь? Да, эта кукла над нами смеется. Эээ, может тогда соседи сверху смеются? Ладно, пойдем дальше искать сюрпризы. Ого, ничего себе! Это же новая коллекция гуджитсу, персонажи из вселенной Марвел и DC. Класс, мои любимые герои Марвел. И они круче, чем супергерои DC. А мне больше нравятся супергерои из вселенной DC. Ну кто может сравниться по силе с Бэтменом и Суперменом? Подумаешь, зато моя черная пантера может видеть в темноте и различать все запахи и звуки. А внутри у нее что-то мягкое. Наверное, слайм. А мой Супермен очень пластичный, потому что у него внутри глюкозный сироп. Зачем мы спорим, кто круче? Главное, что супергерои гуджитсу могут нас защитить от всего плохого. Точно! Давай их расставим по всей квартире. Элина, выбирай, кто из героев гуджитсу будет охранять вашу комнату. Черная пантера и Грут. Он такой прикольный и похож на дерево. Смотри, он наполнен слаймом с фигурками листьев. Эдик, окно такое большое, а вдруг кто-то захочет залезть посередине? За это не волнуйся. Все герои гуджитсу растягиваются в три раза. Кроме своих обычных суперспособностей, они наделены Суперсилой Гу. А мою комнату будут охранять Супермен и Бэтмен. Они оба из серии DC и у них есть крутые плащи. Эдик, а что внутри у Бэтмена? Внутри Бэтмена, кроме слайма, есть фигурки летучих мышей. Но у кого будут охранять Флэш и Джокер? Они будут охранять наших родителей. Хотя они нам и не верят, что в этой квартире происходит что-то непонятное. Да, родителям тоже защита не помешает. Что там происходит? Не знаю. Пойдем посмотрим. Это в твоей комнате. В корзине кто-то есть. Наверное, монстр. Папа, иди сюда. Что там у вас? Вы меня звали? Там монстр сидит в корзине. Какой еще монстр? Там в корзине что-то есть. И оно шевелится. Обычная старая корзина с хламом. И ничего там не шевелится. Я же говорила, что там чудовище. Папа, дети, что вы там расшумелись? Там в корзине кто-то есть. И дети думают, что это монстр. Так загляни, посмотри, что там. Да у меня так спина болит. Я не смогу наклониться. Ага, конечно. Ладно, сама посмотрю. Мама, не надо. Вот видите, не какой-то не монстр, а обычный ежик. Откуда он взялся в этой квартире? Я думаю, с улицы зашел. Нашел себе теплое местечко. Наверное, он голодный с зимы. Давайте его покормим. Я как раз купила нашему коту кошачий корм. Я думаю, ему понравится тоже. Ребят, вообще-то ежик – это не домашний питомец, а дикое животное. А вы не думали, вдруг он чем-то больной? Предлагаю выпустить его на улицу и пусть себе идет. Куда он пойдет? На улице еще холодно. И нет для него еды. Он замерзнет и умрет. Да, Эдик прав. Пока на улице не потеплеет, пускай поживет у нас. Такой миленький. Давайте назовем его Соник. Это все хорошо, но мы на ночь уедем. Оставим его одного. А вдруг он провода погрызет? Или трубы? Тоже скажешь. Маленький ежик такого сделать не может. Но если ты так боишься, то давайте посадим его в этот шкаф на ночь. Это будет для нашего Соника временный домик. Все, пусть ежик себе наедается, а мы собираемся и пора уже ехать домой. Что, Калина? Ты это слышишь? Да? Там Соник что-то грызет. Ничего себе питомец! ТОНСКОЙ СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ